Всё, сзаново. Академия банного дела Банного Союза представляет зачёт по курсу мастер живой бани и образного парения. Дмитрий Хилинский у нас в бане. Зачёт происходит в тренинговой площадке «Живая баня» у Ивана, деревня Тылга, Южный Урал, Россия, Челябинская область. Дмитрий сейчас должен за условные 15 минут попарить своего гостя. Выступление уже идёт, у нас тут был небольшой сбой технический. И, в общем, где-то полторы минуты мы не показываем. Но никаких особых претензий к Дмитрию там сказать было невозможно. Всё было честно, всё было чистенько. Очень хороший пар Дмитрий показал на первых трёх поддачах. Прямо такой очень суровый, хороший, серьёзный пар. Да и вообще, парение прямо вот мне оно нравится. Честно скажу, я под эти веники, вот то, что я сейчас вижу, да, вот пока, я под эти веники лёг. Очень такое достойное парение. Немножко грубовато с руки идёт, жестковато удар по икре сейчас был. Но вот твоё состояние, Дим, мне очень нравится. Оно такое плывущее, мягкое. Ты убрал свою железяку. Вот железяку из спины убрал, медвежонка своего убрал, который всех затоптать был готов. Сейчас прям классно. Идёт прямо ласково. Прямо вот хочется за тобой следовать. Да, решил воспользоваться трубой. Свежий воздух с улицы пошёл. Общается с гостями, это здорово. Достаточная поддача. Отлично. Просёк вот сколько нужно. Ни много, ни мало. Вот мы прямо видим, как пар пришёл сверху. Выше, выше веники. Греби прямо высоко. Вот, молодец. Хорошо. Ещё выше можно было забирать. Иначе ты от своей головы, от своего лица минимально уносишь веники. А надо максимально их утаскивать. Парту максимально утаскивать. Всё, подошли к району крестца окопчика. Можно было раньше приспустить плавки, потому что вот тогда бы пассивно парилось это место, да. Ты же приносил туда. Что там у нас? Что за удар рукой? Вот, пригруз идёт рукой. Немножко так грубовато вот это звучит. А так-то, в общем-то, очень приятная картинка. Ну, прямо вот хорошо. Молодец, молодец. Классно. Классная четвёрочка. Отстучал приятно. Можно было сразу на что-нибудь ещё перейти, показать какие-нибудь всё, что ты умеешь. Очень хорошо, очень приятно, что ты работаешь в спецодежде. И она у тебя прям, ну, привлекает внимание, стягивает на себя внимание и оттягивает от тебя. Я уже говорил, это прямо вот в тему. Косоворотка вот эта, она отлично у тебя смотрится. Подобрана. Так. Ну, слишком долго отсиживаешься. Либо меньше давай. Да, вот, молодец. Почувствовал, что Лешка скинул немножко. Эта форточка практически ничего не скидывает. То есть, особенность этой бани, что если ты дверь не открыл, то ты ничего не скинул. Надо всё-таки и дверь тоже открывать. Ребята, наверное, зайдите ему, дверь внутреннюю откройте, подоприте её палкой. Я вот не знаю, она открыта или нет. Закрыта? Да. Ну, тогда откройте. Нет, не внешнюю, не внешнюю, а внутреннюю дверь. Внутреннюю дверь. Которая ближняя к нему. Ближняя к нему дверь. Её откройте, пусть увеличится парная дома. Соседней, так сказать. Пусть так оставит, потому что он задохнётся иначе, до конца парения не дотянет. Мы, конечно, немножко тут нарушаем правило, что не вмешивайся в процесс. Ну, всё, прекрасно, значит. Значит, он работает с широкой парной, и всё хорошо. Всё. Не вмешиваемся в его творчество. Заметьте, банное парение – это всегда творчество. Это творение чего-то нового. То есть, вы творите какой-то такой здравый образ здорового гостя. А знаете, чего нам не хватает? Кость, принеси, пожалуйста, из той бани на рогах там висит новый чехол для валика. Мы на валике чехол поменяем. Он уже такой засаленный. Да, в той бане на рогах, там где шапки, там висят чехлы. Свеженький. А здесь вот я не вижу чехла, я что-то посмотрел, посмотрел, не увидел. Если есть, то останови Костю. Да, Костю останови, тогда есть чехол. Сейчас мы его поменяем при следующем выступлении. В общем, хороший переворот, очень приятный. Жалко, что не стал парить по бокам. Но вот смотри, вот сейчас ты не прав. Видишь, он не стал держать руку. Ты ему предложил подержать руку, а он её держать не стал. Ему это не нравится. Видишь, она прыгает, как чёртик в табакерке. Поэтому всё-таки в данном случае лучше держать за гостя. Я понимаю, что это намного красивее выглядит, когда ты паришь двумя руками. Ну, если ты работаешь на потоке и очень торопишься, то, конечно, да, можно и попросить. Ну, ты говори вслух, потому что весь шёпот всё равно будет на записи. В общем, тут надо втекать в желание гостя. Втекать в желание гостя. Да не смотри ты на нас. Это вот все твои косячки, а не твои косячки. Нас они не касаются. То есть общайся сам с собой, со своим внутренним я. Бока, бока не протёр. Вот по одной ножке прошёл, по второй ножке не прошёл. Всё-таки если протираешь, вот взялся протирать, протирай по полной программе. Вот он тебе подал руку. Молодец. Боря прямо вот жалеет своего банщика. Делает ему. Слишком натягиваешь руку, видишь, у тебя напряжённая получилась. Локоть напряжённый, он не болтается. И это, ну, а как насчёт руки поменять? Смотри, какую восьмёрку зазюзил. То есть тебе же неудобно было его по ребрам стучать. Можно было ручку поменять, не накрыл, не накрыл ручкой. Вот так ты не прогреешь дальнее. Ты так немножко приложил тёпленький венчик. А можно было накрыть и обернуть, вот как сейчас, да. Можно было на плече это дело сделать, обернуть. Понимаю, дотягиваться трудно, там, так далее. Ну, судьба у нас такая, чё ж теперь сделаешь? Надо дотягиваться. Вот как сейчас, вот надо дотягиваться, надо укладывать ручку на полок. И сдёргивать более параллельно полку. Ну, я сейчас, вот всё, что сейчас происходит, да, это такие очень мелкие, очень незначительные придирки. То есть не комплексуй по этому поводу. Не знаю, мало кто бы вообще заметил, что это происходит. Вот такие вот мелочёвки, которые я тебе говорю. Единственное такое серьёзное замечание, это то, что ты не протёр бока. Вот это такое основное серьёзное замечание. Протирать бока, да, это надо. Это надо прямо всерьёз. Жалко, мы не успели новую конструкцию сделать сюда. Ну, к следующему тренингу уже будет. Уже всё мы пошили, всё приготовили. И вот этого мучения уже не будет. Там поднял, опустил, всё готово. Будет интереснее. Да, вот так поверни, ещё поверни. Вот, молодец. Всё, хороший душик. Приятный. Вот здесь мягче. Молодец. Молодец. Хорошо. Прямо вот. Ну, по родинке-то на груди не надо долбить. В смысле, по соску. Вот этого, стягивающие вот эти удары, они по соску неприятны. Если, тем более, если бы ты сейчас девчонку парил, там бы вообще было жёстко. Конечно, мужик выдержит. И опять, и опять прошёл по внешней поверхности, не взял бока. Бока не протёр. Хорошо. Смотри, вот бесконтактные вещи, которые ты там делал, да, вихревое движение. Хорошо, что ты его показал. Что-то не так у нас здесь. Ручка почему-то к себе получается, да. Тебе, видишь, неудобно. Тебе приходится завязывать руки в узел. Мы начинаем с того момента, когда ручка от тебя торчит. И к себе её подтаскиваешь. Что мне в тебе нравится и в том, что ты сейчас показываешь, что ты работаешь с очень честным паром. Вот я пока такого пара ни у кого не видел. Из всех, кто у нас выступал на предзачётах, да, такого серьёзного пара никто не давал. Надо было немножко его всё-таки опустить. Получилось, что ты пар-то дал, но пар пришёл для твоей головы. Ты его не опустил, не накидал на тело. Сейчас контрастик отличный. Вот видно, как холодный воздух заходит. Всё прекрасно, молодец. Здорово. Но надо учитывать, что в момент, когда ты открыл дверь, труба не работает. Соответственно, трубу надо было убрать. В сторону её просто подвинуть. Её просто вертикально вот так отодвигаете к стене, и всё. И она уже не мешает человеку. Тем более на подъёме всё равно её сейчас надо будет отодвигать. В любом случае. И нужно будет её убирать от лица. Иначе как поднимать? Долбанёшь по голове. Хорошо. Очень внимательно. На ладошке ещё вот хочется холодненького. Ну, полил. Ну, полил, да. Я, наверное, отвлёкся. Можно было просто её подвинуть. Ну, я понимаю, это новая для тебя тема. Вот с этой трубой мы ещё не работали. Сейчас вот выход у нас пошёл. В общем, что я тебе скажу. У тебя было в запасе ещё порядка двух-трёх минут на то, чтобы показать всё, что ты умеешь. В том числе и восьмёрку скрёстную, и какие-нибудь хитрые протирки, и другие виды набросов. Немножко поторопился, но сделал всё, в общем-то, достаточно качественно. На выходе ручка у тебя стояла под мышкой, ну вот, под мышкой, в другую сторону. То есть она была повёрнута не в сторону гостя. А это чревато тем, что ты не удержишь его, если вдруг он потеряет сознание. В общем, однозначный зачёт. Вот всякая мелочёвка, она настолько незначительная, что гость останется однозначно доволен. Он может не заметить вот эту всю мелочь. Но стремиться есть к чему, учиться есть к чему. В общем, всё у тебя впереди, но сейчас однозначный зачёт. Это я с гордостью могу выкладывать в интернет.